разборы всякие прям огромная такая территория где продаются отдельные коробки передачи двс в сборе всякие разные элементы он тоже стоит кикс зиг металлический банк у нас стоят чем реально пользуются люди смотрите это уже израсходованные баушные банки икс мобис зиг лучший показатель что используют замена масла стоит на наши деньги где-то примерно 1200 2000 вон но это таком месте таком вот месте примерно как это а на станции дилерский конечно это примерно два раза дороже там плюс-минус 2 2 половина 3000 на рубля в рублях имеется в виду вонах соответственно там 40 тысяч он вон примерно там 50 тысяч вон хорошей станции на дилерске на крупной вот на маленькие станции стандартно это 20 тысяч вон это когда ты приезжаешь со своим маслом покупаешь масло у них очень часто бывает что замена бесплатно и такие вот станции маленьких на каждом углу встречаются здесь в этом районе чеки как здоровая станция здесь хранят шины берут автохранение и тут же их линее реклама куму тэр премьерованная станция по замене это сервис дукати по обслуживанию авто мотоцикла дукати сервис дукати 30 тысяч он стоит баночки 15w40 шеллевская талатайская то есть тайф-тайф сделано тут же есть матюлиуская тормозуха матюлиуский для ци а для вилок масло оффлайн с успешен флюид и матюлиуский еще антифриз 30 тысяч это короче говоря 1600 примерно стоит 1700 вернее рубля а неправильно посчитала синие 1800 рублей стоит баночка пока 1550 это сервис дукати тут ценники наверняка конский капец я думаю что если вы встретили бы на рынке и то было бы цена где-то наверно плюс-минус там тысяча четыреста примерно розницу вот тоже видите бочки стоят lg caltex lg caltex и хендайксер а чтобы не палиться он тоже видите на мусорке лежат получается мобиловский мобиловский мобилкикс мобилка 30 вот это хендайксир стоит хендайксир он тоже и все стоят 20 куча кикса зика больше эфиры тоже он и все равно куча стоит только это видимо станция обслуживает здесь дизельные масла зигарские 15-40 кикса даже есть и строн 3 и тоже грузовка кстати есть мегуайрс очень классная химия я вот сам пользовался и шикарная тоже красота штатская химикалп гайс есть химия булсон я встречал щетки вот химия тоже вещь какая-то штат типа кенгуру сейчас просим костоин привезли кигуру такая стряпочкой стандартная стоит 300 рублей пол-литровые у меня возле отеля прям сервис по обслуживанию автомобилей кей хендей вот такой не слабый дилерский центр mercedes-benz это все вот огромное здание это все дилерский центр там отдел продаж обслуживания сервис офисные помещения представительства мерседеса здесь же находятся все здание их не полностью писать это про интерес западной компанией кореи слово скажем это причем у меня одно представительство кореи не чудо их стир масла ставят бочковые тут тоже на станции не стал снимать там что-то злой мобиловские тоже строили масла я спрашиваю что стоит замена масла а он там давай пересчитай что типа европейская машина делает ну короче где европейские машины обслуживаются все абсолютно станции практически без исключений которые я видел везде мобиловские продукты я вам показывал уже шелл встречается там где обслуживаются корейские машины а тоталь эльф встречается тоже часто потому что сами понимаете у них здесь бизнес очень крупный про аккумуляторы я делал сейчас не был в магазинах я встречал только два вида два бренда вернее это саллайт и рокет даже больше нету панасоника все вообще саллайт и рокет это наверное самый популярный аккумулятор судя по тому что я видел по крайней мере вот в этом районе где мы с вами прошли сегодня рокета больше саллайт видел там в двух местах рокет наверно местах десяти примерно кстати еще саллайт видит уже третье место которое мне встретилось саллайтом первый раз вижу камри здесь за все время это вообще редкость японских машин здесь вообще практически нету прям редко-редко-редко встречаются камри сейчас бросил глаза первый раз за два дня попалась на глаза я стоил кострол вижу и что это у нас случается мужичок занятой не спрошу у него пока по стоимости но все встречается да редко достаточно пока гулял набрел на интересный район здесь несколько улиц параллельно друг другу которые посвящены именно обслуживанию автомобилей это улица конкретно за мной которая километра два наверное протяженностью и здесь около не знаю может сто двести с сто по замене масла по мелкой срочке короче такие такой направленности там улица параллельно этой идет она по замене шин шины меняют кое-где встречаются вкрапления там замены аккумуляторов детейлинг и в общем все что связано именно с обслуживанием автомобилей я направляю в сторону какой-то лесопарковой зоны надеюсь там будет тенек потому что сегодня очень жарко 34 градуса на улице хотя вроде пасмурно да внешне очень жаркая погода душная давайте подытожим какие смазочные материалы по бренду продаются в магазинах и на станциях в Южной Корее в Сеуле конкретно где мы сегодня с вами побывали а побывали мы с вами сегодня в огромном количестве магазинов и станций потому что это район специальный в котором они посредоточены там примерно 300 магазинов мы прошли некоторые из них заходили мимо и станции ну наверное 200 не меньше вот в части заходил потому что во-первых магазины и станции как правило там приоткрыты все и там видно что они продают некоторых масел не было поэтому мне не очень было интересно а вот в станции теперь тоже самое ситуация жарко на улице все открыты абсолютно по брендам давайте пробежимся основной бренд который встречается везде вообще без исключения это мобис конечно мобис это структура которая сама не производит смазывайте материалы они запчасти они все делают на аутсорсе масла они в частности размещают заказы у SK у Hyundai Oil Bank у и так далее вот они в основном там делают что касается ну и JS конечно что касается масел они встречаются и грузовые и легковые линейки и гидравлика и даже отблю мобисовские производства мобис под брендом вернее мобис под их сделанным брендом под стм вторые по величине и по количеству нам встретившихся масел это ZIG потому что ZIG хоть и не встречается так часто фасовки мелкие но двадцатки есть везде на каждой станции практически есть двадцатилитровые ведра ZIG обязательно поэтому ZIG наверно на втором месте на третьем месте ну наверно наверно все таки KICKS наверно все таки KICKS да наверно на третьем месте потому что KICKS встречался нам часто и фасовки двадцатки тоже встречались некоторое количество на четвертом месте XTIR я встречал два раза на станциях это были единственные бочковые продукты которые мне встретились именно на бочки которые развивали 200 литровые это был как раз XTIR ну XTIR встречается и фасовки тоже четвертой по величине это XTIR из брендов европейских станции все которые обслуживают машины Mercedes BMW Audi Volkswagen абсолютно все эти станции абсолютно все без исключения на них есть Mobil на каждой такой станции есть Mobil в магазинах Mobil я не встречал практически зашел я в тупик пошел обратно в общем неправильно пошел наверное в общем короче говоря по Mobil на станциях он есть и встречается часто в магазинах достаточно редко шел шел на станциях и в магазинах встречается наверное ну чуть чуть меньше чем мобиловские продукты по фасовке еще в магазинах есть котель кое-где встречал его есть эльф ну понятно потому что они же очень плотно здесь засели есть ВАВАЛИН один раз встретился мне потом есть некоторые бренды еще мало известны для россиян которые вам ничего не скажут абсолютно местные а САНЯНГ есть оригинальные масла но они тоже производятся под СТМ у кого-то размещают не помню у кого вот так что вот такая ситуация какие-то еще встречались с ними масла ну кастрол там в одном месте я видел и кто там редко Mobil на станциях встречается очень часто очень часто все европейские станции да тут есть вот эти улицы где мы с вами проходили да где там разные станции там есть прям отделение где европейские машины обслуживают там Mobil вообще везде вот вот как-то так по ценникам Mobis как ни странно здесь хоть нигде встречается он вообще один из самых дорогих вы с вами видели я показывал вам 0w20 в рознице стоит 3400 хотя тот же самый Kicks стоит если не ошибаюсь полторы тысячи рублей спешка 5w30 с пластики про ЗИК который встречается здесь тоже спрашивают наверняка люди металлические банки двадцатки они делают для внутренних и для внешних рынков они одинаковые металлические банки здесь Kicks производят 6 литровые такие канистры для дизелей и двадцатки соответственно у ЗИК у ЗИК извиняюсь что я заговорился ЗИК производят двадцатки и 6 литровые канистры металлические для внутреннего рынка соответственно для внешних рынков и для внутренних 4 литровые канистры они делают пластиковые по Kicks здесь весь пластиковый металлического нет он специально для России делался металл делается я про него тоже рассказывал уже Эсуэл редко встречается как ни странно вот мы с вами видели но я думал что будет побольше потому что здесь очень много и станций и АЗС есть именно с Эдловских интересно а вот в рознице мало встречается вот как-то так по ценникам сами переведете некогда было переводить и неохотно честно говоря вон и тяжело мне голову уже не работает с этими переводами валюты посмотрите к инфлятору есть Google вон их рублю посчитайте сами если кому-то интересно я старался там акцентировать внимание на сценах и вон 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 вон